Ну что, друзья, с наступающим! Начинаем готовиться к Новому году! Ну а главный предмет на новогоднем столе это что? Цветы! Кусь! Шампанское! Вот с ними-то мы и будем разбираться ближайшие три выпуска. И в первый выпуск я решил собрать все недорогие, но по идее хорошие российские игристые вина. Там около там 300-400 рублей они стоят. Что же, немного похрустим бумажками. Базовая фанагория у нас стоит 285 рублей. Кокур у нас стоит 399 рублей. Рислинг Шатотамань у нас стоит 315 рублей. Ну и, соответственно, просто Шатотамань 380 рублей. И Арестов стоит 270 рублей. Ну то есть ничего за пределы 400 рублей за бутылку не вышло. Прекрасно! Осталось все это дело сравнить. Меня как-то один подписчик попросил не вырезать из видосов в момент открытия бутылки. Ну что ж, наслаждайтесь! И да, я умею правильно, бесшумно открывать шампусики, но так ведь прикольнее. Что ж, бокала у меня три, игристых пять. Но ничего, разберемся как-то. В первую очередь мне очень интересно попробовать Рислинг Шатотамань. Во-первых, это 2021 год. А во-вторых, действительно обалденная этикетка. И помнится мне, что где-то в году в 2019 я пил вина с такой этикеткой, и они мне очень понравились. Ну и здесь все-таки заявлен 100% Рислинг. Рислинг я обожаю, поэтому давайте мы с него и начнем. Просто обалденно выглядит бутылка, мне кажется, очень по-праздничному, в прозрачном стекле. Дизайнерам респект и уважуха, что называется. Робонос. Яркий персиковый аромат. Немножко просто фруктовый и свежий такой легкий аромат. Очень вкусно, очень нежно, сладковато, причем ощутимо сладковато. Это же Брют. Ну-ка, секунду. Брют. Написано, что Брют. Но он прям ощутимо сладкий. Цвет практически прозрачный. Очень насыщенный такой, очень яркий. Обволакивающий. Мне прям хочется допить этот бокал, он очень вкусный. Но если я буду допивать бокал каждого вина, я не доживу до конца видео. Что ж, теперь мне очень хочется сравнить Арестов и Шато Тамань обычные, потому что это один и тот же производитель, Кубань Вино. Я о нем уже снимал ролик. Собственно, как и Шато Тамань Рислинг. Но Арестов и Шато Тамань базовые, это все-таки бленды. Это не из какого-то одного сорта винограда. Давайте вот сюда нальем Арестов. К слову сказать, у Арестова мне не очень нравится, как выглядит теперь этикетка. Раньше у них этикетка была реально какая-то классная такая. Я плохо ее помню, но она мне очень нравилась. А вот этот Арестов выглядит как-то очень дешево. Мне он искренне не по душе. Так, что касательно сортов винограда. Пиноблан, Бьянка, Олиготе, цветочный. Ну, в общем, какой-то такой набор. А, Ушанто Тамань Брют. 2020 год. Шардоне, Пиноблан, Олиготе, Бьянка, Рислинг. Ну, немножко другой набор сортов. Вот мне интересно их сравнить лоб в лоб, потому что стоит просто Шато Тамань практически в два раза дороже, чем Арестов. Свет у них, у Арестова, да нет, абсолютно одинаковый. Ну, тут настолько в полутонах разница. Ну, давайте начнем с Арестова. Намного скучнее, чем Рислинг. Он, скажем, не настолько скучнее, он как-то понежнее. Он не такой заметный, он не такой броский. Более сливочный, более сладковатый. Я бы назвал его более сливочным. А у Шатоа... Ну, тут на самом деле плюс-минус. Тоже приятный, тоже сливочный, тоже без каких-то откровенных акцентов. Арестов чуть послаще пахнет, наверное, так. Давайте попробуем Арестов. Другой вкус. Более такой, знаете, персиковый. Ближе к советскому шампанскому, но в хорошем смысле. Спокойное. Почему-то мне он напомнил чем-то советское шампанское. Но в хорошем. Я не знаю, чего хорошего можно найти в советском шампанском. Но почему-то вот такая мысль возникла, что он ближе к советскому по вкусу. Но ничего неприятного, ничего плохого в нем нет. Тоже очень сладкий такой брют. Брют, наверное, по верхней границе сахара допустимого. Потому что он вроде брют, но он действительно очень сладкий. Такой он ощутимо сладкий. Я думаю, чтобы как раз понравилось большинству людей. Они так специально делают. И это хорошо. Попробуем шототамань. А шототамань менее сладкий. Но он как-то при этом скучнее. Вкусов, богатства в нем никакого не добавилось. Но если вот вам хочется менее сладкий, то тогда лучше взять шототамань. Хотя разница в цене почти в два раза. 270 против 490. Ну, знаете. Нет, вкусненько. Давайте еще раз. Арестов. Да, знаете, Арестов повкуснее. Арестов, он по-фруктовее, чуть послаще, такой чуть посливочнее. Ну, и рислинг еще разочек. И рислинг пока из этой троицы фаворит. Обнулим бокалы. Обновим рецепторы. Ну, и давайте попробуем фанагорию. Стоит она 289 рублей в фирменном магазине. Примерно так же она стоит во всяких лентах-перекрестках. Такой же шампанский, красивый цвет. Ага. А почему-то здесь у меня такая жесткая, хорошая ассоциация с роллами с суши с японской кухней возникла. Я не знаю почему. Может быть, немножко какие-то орешки. Может быть, немножко какой-то соевый соус. Может быть, в этом дело. Такой же легкий, такой же ненавязчивый фруктовый аромат. Но надо сказать, что как-то в фанагории что-то вот интересное, какая-то нотка есть. Как-то она вот выделяет это вино из линейки Шазатамань. Попробуем на вкус. Ой-ой-ой. Совершенно его нет, представляете. Он такой же сладковатый, но он какой-то водянистый. Просто чуть ореховости какой-то может быть. Просто сладковато-водянистый. Вообще, во-первых, непривычно пробовать брюд в такой сладости, как вот эти все вина. Но, повторюсь, может быть, это и неплохо для недорогой линейки вин. Вопросов не имею пока. Но фанагория что-то совсем безвкусный. Я бы пока в аутсайдерах. Вот. И пару слов про Кокур. Это местный сорт винограда крымский. Крымский автохтон. Производство Валерия Захарина. Про этого человека мы еще обязательно с вами поговорим. Я думаю, что я выпущу отдельный ролик. Это очень такая крупная фигура российского виноделия. Который поднимает как раз крымские автохтоны, крымские местные сорта винограда. И вот его знаменитое игристое Кокур. Оно продается на самом деле везде. На самом деле очень много где он продается. Но про него очень мало кто знает. При этом не рискует брать, наверное. Вот давайте попробуем. Я сам его не пробовал уже очень давно, несколько лет. Поэтому я соскучился. И посмотрим во что он превратился спустя несколько лет. Цвет такой же. Пробуем аромат. Никакой аромата нет. Я уже принюхался. Он легкий-легкий, такой какой-то фруктовый. Просто аромат Кокур сам по себе как сорт. Он более мощный. Он более плотный. Он более насыщенный. И вот вино такое более плотное, более маслянистое. Оно такое с текстурой. Не такое сладкое, как все оставшиеся четыре. Вот это уже брют. Это я уже верю, что это брют настоящий. Тоже я не смог бы выделить каких-то конкретных там вкусов, ароматов в этом вине. Но знаете, оно тельное, такое сливочное, такое плотноватое. Вкусное, легкое, без претензий. Ну и стоит оно свои 400 там рублей. 390. Давайте вот сравним пока с моим фаворитом. Это Рислинг. Ну, пахнет он намного ярче. Кокур. Да, в общем-то, как и остальные. По сравнению с Рислингом, можно сказать, что ничем не пахнут. Классное такое игривое вино. Очень мне нравится. Искренне. У них есть еще розовое, по-моему, розовый брют какой-то есть. Тот тоже был классный, я его пробовал пару лет назад. Меня он впечатлил, он был очень вкусным. Здорово. В общем, резюмируя. Я рекомендую брать Рислинг. И вообще, на самом деле, всю вот эту вот сортовую линейку Шато Тамань. Они есть белые, есть розовые, с разных сортов винограда. Классная вообще линейка у них такая хорошая. Кокур. Самый не сладкий из всех. Самый настоящий брют. Такой поплотнее, помощнее. Но при этом такой же непритязательный во вкусе. У него нет каких-то чего-то выдающего. Ну, давайте я повторю. Ну да, он такой построже, по суше. Тоже немножко ореховый такой какой-то. Очень приятный. Ну, а из оставшейся тройки Фанагория. Фанагория, правильно говорить. Фанагория самый аутсайдер, на мой взгляд. Шато Тамань, Брют. Смысла никакого брать не вижу. Он стоит в два раза дороже, чем тот же Арестов. Арестов при этом прекрасное вино. Такое же сладковатое, такое же простенькое. Вкусное, дельное, ладное вино. Из наших, из местных сортов винограда. Не сортов винограда, из местных. Из местного винограда у нас выращенного, что важно. Вот. На этом мы сегодняшнюю дегустацию, ребята, заканчиваем. Если вам нужно подобрать вино, может быть, на Новый год, может быть, на новогодние каникулы. Может, вы хотите купить какое-то классное вино в подарок вашим друзьям, родственникам. То обращайтесь ко мне. Вся информация будет в описании к видео, в описании к моему каналу. Повторюсь, что я могу вам найти скидки. Мы с вами договоримся. Подберем классное вино. Если у вас нет его в городе, я вам его пришлю по возможности. В общем, если интересно, пишите мне. Мы с вами все обсудим. Ну и на этом у меня все. С вами был Артем. До новых встреч. Пока.